Хорошо, значит, тогда начнем уже, да? Не будем больше никого ждать. Значит, и дадим слово нашему сегодняшнему докладчику или докладчице Наталье Юрьевне Гвоздецкой. Вот вы видите, надеюсь, все видят на экране название доклада и даже лицо докладчицы. Спасибо, я могу начинать. Да, Наталья Юрьевна, вам слово. Итак, вначале немножко о постановке проблемы, об источниках, о внешних таких вещах. Древнеанглийская аллитерационная поэма Елена объемом более 1300 строк сохранилась в единственной так называемой верчельской рукописи, которая получила свое название по имени городка Верчели на севере Италии, где, возможно, была оставлена одним из англо-саксонских паломников по пути в Рим и с тех пор хранится в библиотеке собора. В отличие от огромного корпуса других анонимных поэтических произведений на древнеанглийском языке, Елена, как и еще три поэмы, имеет автора, который вплел в свое имя Кюне Вульф рунами в конец текста, прося читателя молиться о спасении его души. Личность Кюне Вульфа остается загадочной, ибо о нем ничего не известно, кроме того, немногого, что пытаются вычитать исследователи из лирических концовок его поэм. Во всех четырех рукописях его имя рунами представлено. Датировка и место возникновения поэма тоже остаются отчасти спорными. Рукопись написана, по-видимому, в конце X века в королевстве Уэссекс, ее орфография, язык соответствует древнеанглийской уэссексской письменной норме. Однако некоторые особенности языка позволяют предположить, что сама поэма могла быть создана в Мерсии на рубеже VIII-IX веков. Поэма Елена повествует о путешествии в Иерусалим святой Елены, матери императора Константина Великого, с целью обретения Святого Креста, орудия казни Христа. Обретение Креста Господня составляло наряду с воздвижением Креста весьма популярную тему раннесредневековых сказаний, связанных с одноименными церковными праздниками. Эта легенда восточного происхождения появилась после обнаружения гроба Господня в 326 году, но она включает также историю вражды и последующего обращения Иуды, впоследствии святого Кириака, епископа Иерусалимского. Хотя, надо сказать, что эта фигура тоже отчасти легендарная его пытается, а то же действительно неким реальным епископом, но пока не очень удачно. История императрицы Елены представлена в патристике и у античных историков IV-V веков, в то время как история Иуда появляется в творениях восточных отцов примерно с середины V века. Объединение этих преданий в древнеанглийской поэме позволяет считать ее источником деяния святого Кириака, раннесредневековое сказание житийного характера, дошедшее в разных редакциях. Полагает, что в основу поэмы положена латинская редакция, сохранившаяся в рукописи из Санкт-Големского монастыря в Швейцарии, которая могла быть переписана с англофаксонского оригинала. Рассказ поэмы строится по следующему плану. Император Константин, выступая в поход против ополчившихся на него варваров, получает свыше видение креста Господня и побеждает. Это главы первая, вторая. Я не сказала, что поэма делится на 15 глав всего. Константин обращается в христианскую веру, посылает свою мать Елену на поиски Святого Креста в Иерусалим. Елена отправляется в морское путешествие и после долгих препирательств с иудеями добивается от одного из них согласия помочь ей в поисках. Иуда молит Бога о знамении, которое помогло бы обрести крест. Бог посылает знамени, помогает найти три креста, один из которых оживляет умершего. Дело, однако, вмешивается в сатана, но Иуда побеждает его в словесной спичке. Константин повелевает построить на месте голгоф и храм, где принимает крещение Иуда, которого и поставляет епископам Иерусалимским с именем Кириака. По его молитве совершается далее обретение святых гвоздей, посылаемых Еленой в дар Константину для украшения уздечки его коня. Елена одаривает Кириака, учреждает праздник обретения креста Господня и отправляется в обратный путь в Рим. А поэт благодарит Господа за свое искусство и завершает поэму размышлениями о судном дне. И вот здесь разрешите я вам, сейчас покажу некоторые, во-первых, одну иллюстрацию из рукописи древнеанглийской. Сейчас, одну секундочку. Так, сейчас, минутку. Ну, вот здесь, я думаю, хорошо видно справа Иуда, который держит в руке крест. Даже надпись есть слева императрица. А внизу вот эти три креста, которые обрели. Так. Ну, есть, конечно, и другие изображения. Вот это изображение эпохи Возрождения, где... Сейчас, минуточку. Вот здесь представлена только одна императрица Елена на фоне Града Иерусалима. Сейчас, секундочку. Вот. А это вот изображение... Да, нет, это еще одна из рукописи XI века, но не такая интересная. А вот это вот мозаика в Петербурге, в Исаакиевском соборе. Она интересна тем, что здесь уже вот крест с крестом изображена Елена. Причем она здесь предстает, я бы сказала, в виде такой старицы вообще по преданию. Или точнее, даже согласно римским мастерографам, ей должно было быть около 80 лет, когда она туда поехала. И вскоре она умерла. А слева ее сын Константин вот с этим вот таким штандартом, так сказать, или знамя, как его называют, на котором он велел изобразить крест, который увидел на небе в виде видения. И таким образом победил варваров. Так, а теперь я продолжаю свой доклад. Сейчас, минутку. Так, это мне не надо. Вот теперь я перехожу, собственно, в то время. Так, сейчас, минуточку. Только, значит, я могу сделать режим, да, побольше. Так, и теперь мне важно только, чтобы появились вот эти... Ага, переключатели появились. Вроде бы все в порядке. Надо сказать, что по своей композиции поэма, как вы увидели, отличается от, собственно, жития, поскольку не дает описания ни жизни святой, ни мученической кончины, но разрабатывает тему морских путешествий и сражений. Правда, в основном словесных. Можно сказать, перед нами похожая, но в значительной мере переосмысленная схема героико-эпического сказания о Бео-Вульфе. Пролог первой три главы прославляет лицо, выступающее, так сказать, триггером последующих событий. Это Скильц Кевинг Бео-Вульфе и император Константин Еленин. Затем следует сражение с чуждыми героями или героиней силами. Аналогами битв Бео-Вульфа можно считать три словесные стычки Елены с иудеями, Елены с иудой, Иуды с дьяволом. Рассказ завершает некое словесное обобщение, дающее оценку повествованию. В Бео-Вульфе это посмертное прославление вождя дружинниками, в Елене размышления состарившегося поэта о бренности человеческой жизни. Поэма написана германским аллитерационным стихом, хотя в конце появляются и рифмованные строки. Вот здесь на экране первые десять строк этой поэмы. «Са вас аганген, ерах нурфтун, тохун, дон, фреу, етеледримет, сулька, сриттихэк, синге, меркет, винтрофор, ворольдес, асэ, вэльденгофт» и так далее. Я не буду вас этим утруждать. Красным я отметила аллитерирующие слова. В данном докладе мне бы хотелось всудить, собственно, не источники и не особенности стихоложения Елены, а более вещи, так сказать, внутренние по отношению к самому тексту, а именно сочетание в ней разных пластов словесного искусства, устного, героико-эпического, дохристианского, германского творчества и традиции позднеантичной христианской книжности, пришедшей в Англию после ее крещения. Сразу скажу, что художественное пространство поэмы вмещает одновременно три мира – мир римской истории, мир библейский и германский мифо-эпический мир. Ее особенность составляет сочетание исторических фактов, известных из трудов римских историографов, и явных анахромизмах, как и других мнимых реальностей. Зачин Елены, и теперь я покажу его уже, собственно, в своем переводе, Зачин Елены близок Зачину Боевульфа, тем, что выводит героя на эпическую сцену и отмечает его заслуги. Неторопливый темп рассказа явно направлен на то, чтобы отодвинуть происходящее на некую эпическую дистанцию. Когда совершился времен поворот, две сотни с тремя, так лето исчислены, до тридесять, вследом чередой прошло зима от века, с тех пор, как владыка Бог родился, славы властитель в пределы доли невелики смертных, веры истинный свет шел год шестой, Константина, кесаре власти, когда в рамейской стал он державе, воин отважный, единодержцем вождем. Перевод мой в соавторстве с одной моей бывшей аспиранткой, он опубликован, правда, пока частями, я планирую его опубликовать целиком. Но если у кого-то появятся вопросы по самим особенностям перевода, по стилю перевода, я готова на них ответить в конце, но сейчас, собственно, не хочу отклоняться от основного своего рассказа. Итак, мы видим что-то похожее на эпические зачины, а с другой стороны, здесь есть точный счет лет, совершенно не характерный для эпоса, который, видимо, призван сообщить событиям историческую достоверность и связать их с поворотными моментами, как священной истории, так и истории римской государства. Здесь много реального, потому что в день и Константина действительно могло иметь место на шестой год правления. Он был объявлен цезарем Британии и Галлии в 306 году, а поворот его к христианству совершился перед битвой с Максенцием в 312 году. Однако само совпадение этой даты, 233 год, совершенно не соответствует годам жизни Константина, 272-337. Есть разные предположения, если кому-то интересно, я скажу об этом позже, почему эта дата. Зато концовка зачина связалась к историческому факту поддержки Константина легионами западной армии в 306 году. Параллелизм земной и небесной истории делает фигуру Константина более масштабной, причем важно отметить, что сам владыка-бог приходит не просто в мир, ворольд, вэллд, а в германский космос, мир срединный, миддангерд, как именуется в германской мифологии обитаемая часть вселенной. Следуя за отчином, как и в Б. Вольф, следует период, напоминающий хвалебную песню в честь героя. Вот она в оригинале, и вот она в переводе. Был он доблестный, считоноситель, щедрый к дружине, выросла княжья держава под небом, что правый был коном горных страж, и так далее. Текст перед вами, все зачитывать не буду. Германский колорит создается не только за счет поэтических композитов, сложных слов, перефраз, отмечающих идеальные качества вождя, отвагу и щедрость, они выделены здесь жирным в оригинале, но и формула, и слово сочетание. Константин, как и родоначальник датской королевской династии Скильц-Кевинг в Б. В. Вольфе, дал вырасти своему царству под небесами, Рике, Унда, Родеру. В Б. Вольфе очень похожая формула. В. В. Вольф, вырос под небесами. Далее действия разворачиваются на Дунае, границе Римской империи, в армских земель, где Константин, воодушевленный видением креста Господня, вступает в битву с гуннами, готами и франками одновременно. Вот следующий слайд. Это оригинал. Если кому-то интересно, могу вернуться. А это вот перевод. В. Возвестили войну ему, сечу нещадную, сплочили полки гуннов, начальники и готы отчаянные, двинулись дерзкие франки и хуги, храбрые ратники в бой снарядились и так далее. Надо сказать, что это образ, конечно, чисто эпизированный, собирательный. С франками реальный Константин сражался на Рейне, а вовсе не на Дунае. Гунны появились в Европе позже, уже после смерти Константина. А и ведение креста, согласно церковной историографии, имело место в Галлии или Италии, незадолго до сражения императора с Максенфорем. Хуги – это просто литературный синоним. Франков, так же, как и хред готы. Надо сказать, что некую эпизацию и германизацию одновременно претерпевает и описание ведения креста, которое имеет параллели в поздней римской церковной историографии. Это не только Евсеевики Сарийские, но так же Сократ, Схоластик, Лактанцы. Вот как выглядит это ведение креста в переводе. «Мнилась ему прекрасной в человечем обличье, светло-сияющий некий муж показался великолепней, чем прежде, когда-либо он видел под солнцем. От сна восстал в шлеме вепрям увенчанным». Это, конечно, чисто германская черта. «Авестник-то час в лепоту обличенный к нему обратился, позвал по имени. Скрылась тьма ночная». И вот здесь мы видим, я далее немножко подробнее это проанализирую, что у Кюна Вульфа Константина является не Христос, как, например, у Лактанца, а муж-вестник, фигура, имеющая аналогии как Б. Вульфе, так и в рассказе Беды о поэте Кэдмане. Это первый легендарный англосаксонский поэт, который получил от Бога во сне дар слагать христианскую поэзию народным, исконным, литерационным стихом. Его тоже явился некий муж-вестник. Интересно, что трансформируется изображение креста. Поэт опускает детали формы, но стремится передать красоту небесного знания. Дело в том, что у Сократа Схоластика и у Лактанца там более подробно описана вся эта форма креста. Кроме того, у, собственно говоря, римских историографов такие длинные речи отсутствуют. И, по сути дела, речь идет о том, что Константин увидел крест на небе и надпись на нем «Сим победиши» в русском церковно-славянском переводе. У древнеанглийского автора это звучит гораздо дольше. Константин не велел тебе конунг ангелов судеб владыка обет принести воинств, вождь. Не ужасайся, хоть чужеземцы ужасы возвещают складку жестокую. Ты же на небо возри, на страже небесного. Там ты помощь найдешь, победное знамя. То есть он уже сразу призывает его к принятию новой веры. Далее Константин рисуется, как человек, исполненный крестьянского послушания. Он вверх посмотрел, как велел ему вестник. Верный ткач мира. Это тоже германская аллюзия, потому что женщины обычно называются пряхи мира в древнеанглийской поэзии. Узрела у нас свеченная чудная древа славы над облачным покровом, золотом облеченное. Самоцветы сияли, был его ствол присветлый, рунами изрезан яркими и ясными. Сим знамением ты всем опасным походе врага победишь, разгромишь ненавистную рань. Мы здесь видим в оригинале очень интересное словосочетание. Я его перевела просто как руны. Оно звучит как бог ставум авритен, буквально изрезанный книжными, а может быть изготовленными из булка, из дерева, из которых делались рунические знаки. Ставум. Вот став – это палочка. В ритен писать, но также чертить, царапать. Намекает на технику резьбы рунами. Руны, видимо, призваны акцентировать не только сакральный характер видения, но и его действенность. Недаром и сам пояс зашифровал своими рунами, надеясь обрести спасение души через это магическое воплощение слова. Но вернемся к поэме. Представленное в Елене битва народов поэтическое обобщение сражений римлян с равными варварскими племенами, как я уже говорила. Надо сказать, что варвары выступают в поэме с традиционными эпическими зверями битвы. Это волк, ворон, орел, становясь аналогом мифических соперников Белвульфа – великанов и драконов. Может быть, здесь можно немножко вернуться. Сейчас, секунду. Вот здесь, в предыдущем отрывке. Ринулась рать, скликал ее воин волчинов чаще. Заклятие смертное, если закрыл, и орел плекотал во след воителям, врывалось вперед через границу огромное полчища. Ну и далее, как они мчались, чтобы позабавиться дротов и грови на Данувии, это исконное римское название Дуная. Но я продолжаю. Придунайский ландшафт вызывает ассоциации с болотом чудовища Грэндаля, против которого сражался Белвульф, или даже языческим миром мертвым. А эпическая формула «брань иных забрала» в оригинале Сумгуй и Хорнам намекает на мифических гев-битвы Валькирий. Сражение Константина с Варварами трактуется как борьба порядка, воплощенного в фигурах императора и Христа с силами хаоса. Для германская мифа эпической картины мира характерна оппозиция порядка и беспорядка, иначе центры и периферии. В скандинавской мифологии это Мидгарды Утга, культурные центры и окружающие его хаос. В поэме Белвульф это оппозиция дворца Хеорота и обитались чужой, чудовище. Это деление, восходящее к горизонтальной мифологической модели Вселенной, отображавшее антиномию свой, освоенный людьми, середина и чужой, принадлежащий иным существам, окраина. По способу преломляется и осмысляется в поэме Велены. В начале центром выступает государство римлян, Ром Вара Рике, которым правит Константин. Парадокс, однако, в том, что у Римской империи здесь не одна, а две периферии. Причем различаются они не столько географически, сколько аксиологически своим ценностным содержанием и сюжетными функциями. Победителем первой выступает сам Константин. Победа над второй одерживает его мать Елена. Первая периферия долины Дуная представляет военную угрозу. Она символизирует вообще все западные владения империи. Не вдаваясь в исторические детали, поэт пользуется всеми возможностями традиционной формульной топики, чтобы создать собирательный образ сверхъестественного врага и увеличить славу победителей. Константин показан не только как храбрый вождь, но и мудрый стратег. Его поведение дает образец того идеала власти, который в Англии в эпоху борьбы с викингами-язычниками сформулировал Альфред Великий «Wheel and Wisdom» «храбрость и мудрость». Принимая крещение, император вступает в борьбу с другим внутренним врагом, который подтачивает силы империи, человеческим неразумием. Его воплощением выступают все те, кто отвергает истинную веру в их числе народ иудейский, скрывающий орудия На эту борьбу, требующую ни одной твердости духа, но и благоразумной гибкости, Константин отправляет свою мать. Далее идет путешествие. Елены тоже описаны в очень германских терминах, об этом в статьях Инны Геральны Матюшиной написано хорошо, я не буду на этом останавливаться. Так вот, вот эта вторая периферия отделена вандальским, как сказано в поэме, то есть Средиземным морем. Она представляет угрозу духовную. Поэт равно именует эту окраину землей иудейской и землей греческой. За эпической широтой имен скрывается собирательный образ народа духовно неразборчивого, чья память хранит мелочи, но не удерживает главных. Любопытно, что иудеи Пеннагульфа помнят детали Троянской войны, но не могут указать место распятия Христа. Благодаря обращению Иуда изменяется и статус земной иудейской восточной границы империи. Из враждебной периферии она превращается в новый центр римского государства. Наряду с периферией двоится в поэме образ центра. Характерно, что в начале поэмы Рим появляется только в составе сложного слова «рома, варе», граждане Рима. Рим, как обладатель лишь военной славы, не может претендовать на роль центра христианской империи. Имя Рим появляется в самостоятельной позиции, лишь когда Елена повелевает призвать к иудеям Евсевия и епископа Рима. Рим, как победитель варваров, меркнет перед Римом как святым престолом. И к концу поэмы Рим явно отступает на второй план перед Иерусалимом, хотя последний и не затмевает Рим целиком. И если в начале Иерусалим это место отдаленное и опасное, то в конце это святой град царе Хальганг-Бюри. Возникает впечатление, что центром империи становится духовная ось Иерусалим-Рим, ориентированная с востока на запад, а ее периферию составляют все те, кто, как буквально сказано в поэме, своими языческими руками хэзанум-фольмум распинает спасителей, независимо от их локальной и этнической принадлежности. А позицию римляне-варвары сменяет оппозиция христианин-язычники. Далее перехожу к центральной части поэмы. Здесь, конечно, можно было бы остановиться на образе самой Елены, но образ Елены очень хорошо работа Инна Геральдина-Матюшиной описана, поэтому я перейду к другой проблеме. Центральную часть поэмы составляет драматичное столкновение Елены с иудеями, выражающиеся в ряде длинных диалогов, в которых некоторые исследователи не видят ничего, кроме, цитирую, одного из них скучного полемизирования. Однако это не так. Словесная расприя Елены с иноверцами разворачивается с одной стороны вполне в духе подстрекательства, столь характерного для женских персонажей германского эпоса. На память приходят и речи героини древнеанглийской поэмы Вальдеры, и подстрекательства Гудруна с древнеисландской старшей Эдой. Этим оттеняется как героическая решимость Елены, так и духовное борение иуды. С другой стороны, и вот это представляется мне еще более важным, смысловой стержень диалогов составляет тема рассудочного знания, противополагаемого сердечной молитвы. Елена пытается выведать у иудеев место распятия Христа через обращение к их познаниям в священной истории, в то время как место это открывается только у веровавшему во Христа Иуде через его горячую молитву к Богу. В конечном итоге тема эта, близкая теме одного из ранних памятников древнерусской литературы, слово о законе и благодати митрополита Иллариона пронизывает на мой взгляд весь художественный замысел поэмы Елены. Обратимся к этим двум частям в некоторых деталях. Начнем с близости диалогов к древнегерманскому жанру. Перебранки разрешите следующее вам показать. Сейчас, я не знаю, закрывает или нет. Так, сейчас, секундочку. Немножко это время так. Так, материал, о котором я буду говорить, он выведен на экран, поэтому я просто продолжу. Опять же, я здесь отталкиваюсь от тех основных черт перебранки, которые выделены в монографии Елена Герарина Матюшина. Елена обращается к иудеям 12 раз, 6 раз к старейшинам, 6 раз к иуде. На ритуальный характер речи указывают сами обозначения речевого акта и его участников. Наряду с нейтральной формой спрэк, то есть просто заговорила, сказала. Речи Елены вводятся формой Мазеладе, Молвилла, Рекла, которая входит в состав типичной формулы торжественной речи в героическом эпосе. Она встречается в Бевульфе. Бевульф, Мазеладе, Берн, Эл. Публичный цереми иуде. статус речи Елены подчеркивается и формульным словосочетанием for Erlum Sprag, рекла пред Erlame. Erlame, то есть так называлось знать в Древней Англии, обозначаются иудеи, иудейские старейшины. Любопытно, однако, что эта фраза встречается и в беседе Елены с Иудой, с которым она явно разговаривает наедине. Видимо, формульное выражение призвано подчеркнуть ритуальный характер обращения. Елена предъявляет требования напрямую, возвышает голос, диалог выглядит как препирательство. И даже трижды ее обращение вводится опять же формульным выражением mordum jenehan, что буквально обозначает глагол jenehan означает атаковать. Таким образом, речь представлена как некая словесная атака. Подчеркивается превосходство царицы над противниками. Может быть, некоторые детали я здесь опущу. Интересна смена наименований субъекта и адресатов речи, когда диалог перерастает в спор. Если в первом обращении к старейшинам Елена именуется Leoflik любезная любезная жена способная даже на комплименты, то при втором обращении в ее облике выступает на первый план черты германской женщины не только златоносицы, но и воительницы етали гус квен гол и херстаде, но в поэтическом моем переводе в бой снаряженное золото обличенное. Далее подчеркивается царское достоинство Елены, но и нарастание ее гнева. А старейшины именуются вначале как мужи еврейские и эрлы, но в третьем диалоге выступают как враги, враждебные войска, как утомленные духом, что предсказывает их поражение. Схема диалогов тоже в целом отличает схеме перебранки. Здесь я не все вывожу на экран и может быть даже некоторые детали опущу. Первая речь ее начинает с похвалы в адрес иудеев, признание их прежних заслуг перед Богом. Это аналог похвальбы, как, так сказать, зачало перебранки, выделенные и многие разные. В третьем и четвертой речах Елена вновь прямо обвиняет старейшин в отвержении Христа, призывает найти знатоков в Писании, вопрошает о месте распятия. Это все элементы традиционной перебранки. И примечательно, что Елена неоднократно подкрепляет свои обвинения с ссылкой на вполне узнаваемые в Ветхом Завете слова пророков. Для вас начинается в утробе дитя силой потаймой, чья мать ремела в очреве своем не от желания мужа. Это реминистенция связанная с книгой пророка Исаии, 7 глава. И так сам Господь даст вам знамение седево в очреве приимет и родит сына и нарекут имя ему Эммануэль. Ссылаясь на свое незнание, идейские старейшины проявляют значительно меньшую речевую активность. Их молчание можно трактовать как аналог оскорбления, тоже элемент перебранки, поскольку в тексте они наделены такими эпитетами, как твердокаменные враги, ненавистные, сердца упрямые и так далее. А со стороны Елены диалоги заканчиваются прямой угрозой смерти. И вот это очень любопытное место, где Елена говорит, я вам за правду пообещаю, и то ни в жизни ложи не станет. Ежели вы сей обман продолжите, коварный замысел, вы все, кто стоит предо мной, то вас погребальный в кургане огонь обымет жорчайшее пламя на плоть вашу снизит и так далее. Что мы здесь с вами собственно говоря имеем? На первый взгляд можно показать, что речь идет чуть ли не о кострах инквизиции, но это было бы разумеется величайшим анахронизмом. Скорее всего подразумеваются германские обычаи кремации после смерти. Можно заподозрить конечно здесь и огонь адский, но то, что вот этот именно погребальный костер в кургане это обычаи германские захоронения сожженного на костре праха вождя именно в кургане. Диалоги Елены с Иудой также следуют схеме перебранки, но его уклончивые ответы заставляют Елену перейти к исполнению угрозы и лишить своего противника еды и питья, что дает однако эффект противоположной завершению перебранки. Вместо физической смерти Иуда получает новую духовную жизнь. как пишет один из исследователей тюремное заключение Иуда в Яме интерпретируется как своего рода духовное созревание, а его освобождение как рождение нового человека. Парадокс состоит в том, что пытаясь узнать место распятия через обращение к знаниям оппонентов, Елена, сама представительница дискурсивной античной культуры, желает по сути невозможного. И англосаксонский поэт явно стремится убедить аудиторию в том, что истина добывается не через рассудочные знания, книжные или устные, а через божественные откровения. Поэтому кульминацию рассказа и составляет молитва Иуда. Сейчас я к ней вскоре перейду, но вначале немножко еще остановлюсь на библейских и богословских аллюзиях поэмы. Вот, так сказать, представление, что именно молитва, божественные откровения должны послужить стимулом обретения Креста Господня, конечно, не умаляет поэме необходимость для христианина знания священной истории. В этом отношении Елена превосходит своих оппонентов, потому что именно в ее речах появляются ссылки на израильских пророков, а также такие имена, как Вифлеем и Голгофа. Следует признать, что при всем обилии библейских и богословских аллюзий речи Елены Иуды рисуют мир, близкие германской дружинной жизни. Христос вылечается конунгом, дружинным вождем, его ученики получают титул служителей тенов, тоже один из терминов англосаксонской социальной жизни. Евреи именуются эрлами, собрание их мудрецтвов сравнивается с воинством и даже их власть над миром обозначена фразой «править дружинами» «дугум Уэльден». Однако не это все же, на мой взгляд, составляет пафос диалогов. Духовная брань Елены с иудеями это путешествие к истокам священной истории еврейского народа, обнаруживающаяся, по мнению автора этой поэмы, его двойной лик «Народа богоборцы и народа бога избранного». Интересно, однако, что идеологические клише в оценке иудеев как богоборцев господствуют лишь в речи Елены, но не авторы Кенневульфа. Да и в речах Елены они представлены как воспроизведение иудейских пророков. Израильтяне в поэме не столько упрямые иноверцы, сколько народ, наделенный слабой исторической памятью, введенный в заблуждение дьяволом и потому не сумевшие оправдать высокой роли хранителей истины, запечатленной в их писаниях. Очень часто иудеи, евреи называются именно держательными закона и книжной премудростью. Победа Елены представлена как восстановление эзотерической знаний израильтян это мнение одного из зарубежных исследователей, совершающиеся через напоминание им ветхозаветных пророчеств и евангельских свидетельств о Христе. В сущности монологии Елены дают аудиторию Кеннерульфа ту необходимую сумму сведений, без которой крещаемые не могли сознательно принять христианскую веру. Религиозная поэзия англосаксов это и мое мнение, но она высказывается у некоторых зарубежных исследователей, могла быть направлена на обучение оглашенных, то есть крещения. Неизвестно, что таинство крещения в древности совершалось не столь часто, обычно в страстную субботу и сопровождалось тщательным приготовлением. Недаром в поэме крещение Константина предваряется его беседой с христианами, чья речь в строке 175-188, как отмечается следовательно, весьма напоминает по содержанию краткий вариант символа веры, читаемого во время крещения. Нечто похожее отображено и в речах Елены, где упомянуты не только события жизни спасителя, беспорочное зачатие, Рождество, распятие, воскресенье, но даже и важные догматические моменты. Божественная природа Христа, его жертвенная смерть, единство с Богом, Отцом и Святым Духом – это все проблемы, которые в 4-м и 5-м веках обсуждались на Вселенских соборах. И характерно, что когда Елена обвиняет в грехах против Бога своих оппонентов, их этноконфессиональная принадлежность не уточняется, так что обвинения воспринимаются как обращенные к любой аудитории. Интересно, однако, что окончательным подтверждением истинности пророчества Христе служит в поэме не книжное знание, а устное предание распятия спасителя, якобы полученное Иудой от своего отца. Вот это превосходство устного слова над письменным, видимо, играло какую-то роль для англосаксов. Это отмечает еще даже Беда Достопочтенный, когда он гимн Кедмана приводит в латинском переводе, но при этом высказывает сожаление, что не может перевод передать всей красоте оригинал. Перехожу к молитве Иуды. Молитва Иуда занимает почти 70 строк. И это не только прошение о знамении, что позволило открыть местонахождение Креста Господня, но настоящее исповедание веры и поэтому обладает сложной многоступенчатой композицией. Часть первая, причем там очень много библейских параллелей, но часто они не имеют точных текстуальных соответствий в расходе со Сьетхием, заветом в деталях, тем не менее весьма узнаваем. Первая часть это прославление Бога Творца и чина ангельского. Ну, самое начало, мне кажется, звучит даже лирически, поэтому я в переводе слово Дрюхтен спаситель перевела даже человека любче. Господи, человека любче, судеб владыка, ты сотворил силу свою славную небо и землю и бездну океана и так далее. И вот далее идет параллель к Псалтирия. Псалтирия. одну секундочку. Да, вот, да, простите, да. Параллель к Псалтирия. Ты сам восседаешь побед владыка над благим ангельским чином, что по воздуху шествует великолепие и так далее. Можете прочитать. Так вот, Псалтирия, это 17 глава, сказано очень кратко о Боге. И вас сел на Херумимов и полетел и понесся на крыльях ветра. В тексте поэмы полет Бога отойдет на второй план. Исчезает сопровождающая его метафора крылья ветра. Чин ангельский именуется обобщенно просто ангельский рост, а не Херумимов. Его перемещение обозначено широкозначенным глаголом фаром. На первый план наступает превосходство Бога на его творениями. И вот далее очень интересный момент. Херумимы и Серафимы обозначены в поэме заимствованиями Церусин и Серафин. Причем замена традиционной латеринизированной формы Херумим на Церусин возможно говорит о смешении этих двух чинов ангельских, чему соответствует и смена их ролей в поэме. В Библии Херумим стережет врата Ада и изгнал Адама и поставил на востоке усаду Едемского Херумима и пламенный меч обращающийся и так далее. В Елене рай и древо жизни охраняет Серафим. Вот дальше идет цитата двое есть в небесах из чина победного коих мы Серафим зовем по имени должен он рай древо жизни мечом пылающим свято хранить. И вот здесь интересно что его пылающий пламенеющий как в библейском тексте меч однако не вращается а дрожит и трепещет. Мне это напомнило строчку старшей Эдды где говорится о том что перед концом света мировое древо ясенник драссель будет дрожать скельвр и к драссель аскр станданди трепещет и к драссель ясен высокий гудит древний слов перевод корсуна. Далее в библии шестокрылые Серафимы возносят хвалу Богу. В год идет цитата в год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле высоком не буду все читать видно да цитата вокруг стояли Серафимы причем идет такое довольно точное их описание которое воспроизводится и в древнеанглийской поэме по шести крыл и взывали они друг другу и говорили свят 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 Господь свого вся земля полна славы его в Елене их песня вкладывается в уста херувимов но только никоим образом нельзя отождествлять это с той херувимской песней которая перевод греческого присутствует православным церковно-славянском богослужении об этом я немножко позже расскажу и вот далее интересно да здесь внизу я показываю что вот это латинское херувим оно перешло заменено в церувин который напоминает серафин и вот далее посмотрим на эту серафимскую песнь которая присутствует и в восточной и западной литургии по-латыни по-гречески по-церковному славянски вот слева у меня дан собственно латинский вариант санктус 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 доминус деус обауф и так далее и свят-свят-свят господ салауф полны суть небеса и земля слава твоей асанна вышних ну церковно-славянском благословен гряду и военно-господную и так далее песня херумива в поэме почти дословная цитата богослужебного текста известного как серафимская песня первая часть которого восходит книге пророка Исаии вторая к евангельскому описанию входа господня в Иерусалим когда народ кричит асанна сыну Давидову ну и теперь посмотрим собственно на древнеанглийский текст вот он дан у меня здесь в буквальном переводе то есть как-то мне здесь удалось совместить как мне кажется и буквальный перевод и в то же время какую-то такую художественную обработку да я вообще не сказала что вот тот перевод который мы вместе с моей аспиранткой выполняли собственно она делала буквальный подстрочник но часто находила такие интересные решения что я при обработке этого текста включала ее как с автором то есть мы пытались достичь решить такую задачу может быть недостижимую с одной стороны сделать художественный перевод текста и в этом надо сказать мы следовали Владимиру Георгиевичу Тихомирому известному переводчику древнеанглийской поэзии хотя разумеется и не достигли его художественных совершенств а с другой стороны что самое главное мы пытались сохранить точность смысла в пределах краткой строки долгой строки поэтической ну где это возможно в ряде случаев конечно были отступления так вот что мы видим в этом тексте который дан здесь русским переводом поэт опускает библейские экзотизмы Саваоф Асанна но сохраняет их смысл посредством иносказания и калькирования так перефраза Хэх Энгла Год буквально высших ангелов Бог и Вэрода Вэлден буквально воинство владыка адекватно передают значение древнееврейского имени Саваоф буквально Бог воинств усиливая его смысл посредством эпической вариации а смысл древнееврейского слова Асанна буквально спаси мы молим являющимся изначально хвалебным возрастом раскрыт через оборот пира и так славы знаменонов очень кратко о следующих двух частях и затем перехожу к последнему разделу собственно своего доклада вторая часть молитвы Иуды она связана с посрамлением дьявола и вот опять интересно что есть абсолютно так сказать реминистенция намек на определенное место в Библии а с другой стороны все это изложено конечно совершенно иным образом в апокалипсисе о низвержении сатаны сказано довольно лапидарно и произошла на небе война Михаила ангела его воевали против дракона а драконы ангела воевали против них но не устояли и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщавший всю вселенную низвержен на землю и ангела его низвержен вместе с ним точное именование действующих лиц и их действий больше ничего англо-саксонский поэт не жалеет красочных эпитетов и образных перефраз для описания врагов божьих но не дает им ни прямых ни аллегорических названий отсутствуют иноземные имена дьявола сатана по крайней мере слово дьяволь деоволь оно уже существовало оно было заимствовано оно встречалось даже в Беовольфе дракон здесь представлен лишь в обозначении ада это кстати тоже библейская реминесценция а в основном мы видим массу вот этих вот поэтических сложных слов очень ярких очень выразительных эпипреступных пороком запятнанных беззаконных безумцев небесное зрение толпой проклятые в жилище мрачное с высот не спали себе на погибель ну и так далее третья часть последняя молитва Иуды она интересна в том плане что с одной стороны это просто мольба о помощи то есть пошли же отец небесный знак твой благой Иуда просто но она тоже довольно длинная и имеет рамочную конструкцию причем центр этой конструкции составляет вполне рациональные доводы в пользу божественной природы Христа что и оправдывает поиски Христа Господня это я бы сказала даже нечто вроде богословского рассуждения построенного на повторе ИИФ если и каждый из них отсылает главным евангельским событием и опять беспорочному зачатию чудесам и распятию и воскресенье очень сложные синтаксические вещи казалось бы для художественной литературы неприемлемые но я думаю что в данном случае мы и находимся как бы на грани и художественной литературы и литературы дидактической проповеди и даже богословского рассуждения если на то твоя воля владыка ангелов дальше перечисляется а кто он владыка ангелов точно кто прибыл на кресте через Марию был зачат правитель ангелов и дальше вот это отступление если б твоим он не был дитя безгрешного никогда бы воистину столько в старстве земном чудес не совершил в свой черед никогда б ты от смерти его столь всесильно племен владыка не пробудил предвоинство если по благодати твоим через предчисто с сыном не бы было такая вот очень интересная симметрия зачем поэту понадобилось это почти богословское рассуждение видимо потому что поэма имеет и доктический смысл и перехожу к последней части своего доклада которая касается уже лирического эпилога поэма здесь я немножко подробнее хочу уже остановиться на проблеме жанра как и было заявлено но вначале несколько общих слов следует на мой взгляд согласиться с Ольгой Александровной Смирницкой которая ссылаясь на высказывания Ольги Михайловны Фрейденберг об античной литературе отмечает что и в поэзии англофаксов структура жанров только еще возникает в своей специфике историко-типологический подход к поэзии англофаксов позволяет лишь разграничить жанры более древние исконные героической поэзии заклинания гномические стихи и жанры более новые имеющие связи со средневековой латинской литературой тем не менее это разграничение как я думаю мы с вами увидели в известной мере приблизительно вследствие того что происходит и эпизация как будто бы признаваемых даже историческими фактов а с другой стороны вот обилие этих библейских аллезий и так жанры древнеанглийской поэзии существуют на иных правах чем жанры в литературе нового времени Смирницкая пишет древнеанглийскую поэзию можно уподобить спектру в котором есть все цвета начленения которого не может не быть условным и это сравнение особенно применимо к древнеанглийским элегиям я говорю об этом потому что вот этот эпилог его обычно и считают так сказать образцом лирики но я покажу что тут много что намешано то лирическое начало которое в первую очередь воспринимают в древнеанглийских элегиях а их несколько современные читатели почти всегда перекрывается каким-то иным началом в чем дает себя знать синкретизм архаического словесного искусства приведу некоторые примеры вид широко странствующий идеор имя поэта в них жалобы певца составляющие лирическое элегическое начало перекрываются своеобразным каталогом героических сюжетов позволяющим их нести произведения к мнемонической поэзии скитальцы и маристральники самые известные образцы древнеанглийской лирики перекрываются такие элегические жалобы перекрываются дидактическими наставлениями христианской вере и к концу собственно вот этот безымянный эпический герой который скитается по морю и вспоминает свое героическое прошлое он незаметно превращается в христианского мудреца плач жены ближе к фольклорным заплачкам ну и так далее эпилог к Елене примечательно ясно выраженным личностным началом используемое здесь авторское я никак нельзя отождествить с тем эпическим я который в Бео Вульфе перемежается с мы и говорит лишь о том что безымянный автор воспринимает себя как передатчика известных истин и вот начало этого эпилога действительно появляется рифма стал я стар и устал смертный час мой настал в хоромине тесной тку узор словесный ночи коротаю мысли сплетаю не имел я ранее на крест упования в неволю призабал истины не знал теперь я душою прозрел при мудрости внял высок мой удел впервые познал запятным делами запечатан грехами печалью я взлял недугом удручен якн и вульфа который вплетает именно вот в этом отрывке своими рунами в текст относится к конкретному лицу который мыслит себя как мы видим в конкретной обстановке правда конечно эта конкретная обстановка еще не столь конкретна как в более поздних произведениях литературы нового времени но на мой взгляд то что он вот говорит о том какой он фродон и что он пребывает в этом фэкне хус в ненадежном доме можно подразумевать и его тесную келью а может быть и его смертное тело все это более конкретно чем в традиционном героическом эпизоде тем не менее на протяжении всего эпилога объемом около ста долгих строк лирическое начало тесно переплетается с началом демническим и дидактическим так и в этом самом лирическом эпизоде поэма обнаруживается даже неустойчивость внутренней смысловой структуры характерная для других древнеанглийских эллигических произведений иначе говоря опять цитирую Смирницкую такой же спектр или участок спектра представляет собой каждое отдельное поэтическое произведение попытаемся описать здесь вот жанровую специфику этого авторского монолога обозначив свое пребывание в некоем замкнутом пространстве поэт высказывает сожаление о том что не знал спасительной силы креста господня далее его рассказ разворачивается в подобие гимна господа частично следует характерной для гимна структуре именования повествования моления ну я здесь собственно определение этих жанров брала из одного учебника это раздел написан Диной Махмудиной Магомедовой ну здесь я так понимаю обобщаются основные признаки жанра так вот если структура гимна именования повествования моления например тоже мы сидим и здесь но возложил свое легкое бремя старцу отравную подал благодать вели господь это как бы именование далее отдал свою плоть свет даровал путь указал узы плоти снял глаз и сердце внял это как бы повествование ну и далее идет нечто вроде моления потому что упоминается песня которую поэт сложил на славном древе о кресте господне кстати сказать в той же самой верчельской рукописи присутствует еще другая замечательная древнеанглийская поэма ведение креста которая тоже приписывается к иновульху хотя в конце ее он подписью своей и не поставил но моя задача была здесь искать некие признаки гимна или оды так вот мне кажется что аллюзийно адический восторг о котором нередко пишут выступает формальное выражение миру на радость через что и вся поэма или она обозначается как торжественная песня во славу господа у него распятие интересно что повод к прославлению подает чудесное явление поэту креста господня сейчас я посмотрю секундочку нет я этот кусочек отрывочек не включала в презентацию чье упоминание в конце может расцениваться как композиционная параллель к ведению креста императора Константином с которым начинается поэма вот здесь поэт пишет не раз я о нем помышлял в душе прежде чем чудом мне это явилось о кресте святозарном обо всем что в книгах узрел в судьбах людских прочитал в писаниях про знак победный и здесь опять интересно вот это сочетание с одной стороны необходима ученость мудрость надо сначала в книгах прочитать но нужно молиться и тогда крест сам явится в ведении сам поэт представлен здесь не только как визионерах но и как филоса богослов который размышляет о судьбах человеческих и ищет ответов в священном писании этим подготавливается вторая крупная часть эпилога посвященная мотиву уби цунг где куда скрылись все радости жизни ну она представлена трояка с одной стороны как сожаление о судьбе человека затем о судьбе человечества и затем о судьбе так сказать всего мира здесь господствует эллигическая эмоция печали конечно прежде был человек как пламя колеблемое факел тлеющий хоть в зале медовым разговал сокровище витое золото горе мэкл спутник печали влачил свои жребия в долине плача когда ему мерен ретивый мерил тропы проторенного в уборе нарядным от судьбы индивида мысль поэта переходит далее ко всему человечеству дряхлеет радость гаснет с годами блеск былое тает богатство со временем вянет юность и свет вдаль уплывают в час назначенные дни нашей жизни и так далее ну надо сказать что дни там действительно присутствуют но слово сочетание я вела как Ализия на известное русское стихотворение а завершается это все гибелью сокна природы все пребывает тленно под луною как дым исчезает краса природы с лица земли как ветер буйный когда разъярившись бушуют под облаками воют и свищут стонет и плачет и вдруг затихает словно в темницу замкнутой тесною силой неведомой так и мир этот бренный пройдет и не будет таким образом хронотоп эпилога раздвигается от актуального настоящего стареющего стихотворца пребывающего в своей убогой теле или в смертном теле к прошлому героического мира затем к универсальному настоящему охватывающему всю вселенную и наконец к предреченному будущему завершающемуся к концу света голос поэта обретает профитическое звучание благодаря чему вводится третья часть с ее эсхатологической темой страшного суда первые две части объединяет идея тесноты тесным оказывается для поэта не только его земное жилище но и весь земной мир вот и вот здесь уже дальше я не буду это читать все видно на экране переходит поэт к тому что человек ответственен за свою судьбу ибо каждый ответит на страстном суде парадоксально что мир этот описанный в терминах намекающих на образ жизни эпического героя тут и кони тут и медовый зал однако вовсе не вызывает у поэта чувство тоски по ушедшему этим эпилог Елены существенно отличается и от героического эпоса и от героических элегий англосаксов где герой все же скорбит в начале об утраченных радостях медовый то есть пиршественный зал витое золото то есть сокровище которым вождь одаривает на перу дружинников конные ресталища эти мотивы наделяемые в Беовульфе скитальцем и морестраннике положительными коннотациями здесь выступают символы непрочности человеческого существования правда в двух последних элегиях там тоже подобная символика есть но в начале герой все-таки скорбит об утраченных радостях вместе с тем союз хотя показывает что героический образ жизни не обесценивается полностью для поэта человек испытывает страдания в этом мире вопреки всем его благам но и наряду с ними интересно что имя Кюна Гульф вписано рунами именно вот в эти строки где говорится о бренности мира где поэт простите любуется героическим миром отмечая вместе с тем его приходящий характер тем самым поэт как бы и отождествляет себя с этим героическим миром и противопоставляет ему себя возможно подобный прием облегчал англосаксонскому читателю созерцавшему до сих пор этот мир так сказать изнутри выйти за его пределы вместе с автором и ощутить его бренность и так вторая часть эпилога о которой я говорила с одной стороны близка жанру элегии по описанию безвозвратно уходящего времени особенно примечательное использование образов природы время течет как вода бушует и прекращается как ветер с другой стороны былая героика не воспринимается как невозвратимый золотой век то есть не превосходит ценностно современную эпоху отсылка к героику эпическому прошлому выполняет иную функцию с самого начала обозначено противопоставление тогда теперь ранее поэт в неволе прозябал истину не знал теперь душою продозрел премудрости внял надо сказать что чужды англосаксонскому поэту и так сказать анакреонтические мотивы потому что так сказать старичок в кавычках анакреона веселится вопреки старости то есть сохраняя прежние ценности старец англосаксон обогащен новой премудрости впервые осознав свой высокий удел это кусочек я по-моему уже штуровала далее оппозиция прошлое настоящее разворачивается в сторону будущего однако это будущее играет здесь совсем иную роль чем знаменитым пушкинском сердце в будущем живет настоящее умное все мгновенно все пройдет что пройдет то будет мило уже в начале эпилога видны евангельские аллюзии намекающие на будущее спасение но возложил свое легкое бремя буквально легким образом старцу дал иго конечно евангельская аллюзия иго моё благо и бремя моё легко евангелие от морфея в третьей части эпилога который более подробно описывает страшный суд я их не привожу здесь и надо сказать что в художественном отношении может быть это последняя часть она на мой взгляд немножко не так выразительна как предыдущая в третьей части эпилога слова поэта наполняются поистине проповедническим пафосом каждый повинен исчат словесных выслушать правду о своих деяниях из уст судьи и за все слова понести наказание и так далее описание сцены страшного суда обнаруживает знакомство поэта с доктриной чистилища согласно которой отвергнуты на суде будут лишь самые отъявленные злодеи остальные же грешники могут надеяться на спасение через очищение огнём здесь у меня есть более подробные рассуждения но я их опускаю и завершается эпилог картины вечного блаженства в царстве божием с той поры суждено им миром наслаждаться вечным блаженством станет к ним повелитель ангелов щедрый милосерд ибо грех презрели и беззаконие и к сыну божию велегласного запили поэтому и сияют во славе в лике ангельском благодать наследует царя небесного во веки веков аминь здесь очень много от духа проповеди и может быть чуточку меньше от духа поэзии подобное завершение связанное с мотивом вселенской тишины наступающей после апокалипсической битвы сравнимо скорее с картиной будущего процветания в концовке торжественной оды нежели с идиллическим прошлым элегии вместе с тем пронизывающий весь эпилог медитации фиксирующая цитирую своих коллег из книги теории литературных жанров фиксирующая эпич пронизывающая весь элог медитация фиксирующая момент разрыва между двумя типами переживания времени идиллическим и индивидуальным сближает его с жанром элегии но элегии специфической в котором золотому веку отведено в поэтическом хронотопе иное место герой не тоскует о земном прошлом а взыскует небесного будущего англосаксонский поэт приглашает читателя выйти за пределы циклического времени героика эпической идиллии с ее сменой перов и битв и обрести себя в ином времени связанном с индивидуальной ответственностью за прожитую жизнь спасибо за внимание не спасибо Наталья Юрьевна очень интересный у вас был доклад и отдельное спасибо за прекрасные переводы буду с нетерпением ждать полной публикации этой поэмы это прочитать целиком ну кто теперь время вопросов пожалуйста если у кого есть вопросы то подавайте голос можно мне сказать вот два слова если меня видно слышно я не знаю видно конечно вас видно и слышно я хотела сказать огромное спасибо Наталье Юрьевне за замечательный доклад и мне даже показалось что Наталья Юрьевна сделала больше чем обещала в этом докладе в частности мне показалось что вот помимо героик эпических мотивов и библейских аллюзий и вот обсуждение проблемы жанра Наталья Юрьевна замечательно проанализировала композицию Елены как на микроструктурном уровне так и на уровне макроструктуры вот Наталья Юрьевна выделила и подробно проанализировала и введение центральную часть и эпилог но также рассказала и о структуре вот отдельных эпизодов в частности речей вот в частности молитвы Иуды по-моему это было превосходно я даже подумала что может быть это стоило бы как-то отразить в названии и там доклады и статьи если таковая планируется кроме того Наталья Юрьевна проанализировала черты сходства словесной распри в Елене с древнегерманскими перебранками и это заставило меня пожалеть о том что я в свое время не включила материал Елены вот свою книгу на перебранке мне хотелось бы задать ну какие-то вопросы вполне такие вот ну общие я даже не знаю как бы вот насколько Наталья Юрьевна посчитает они что они релевантны вот по отношению к тем тем которые она затрагивала Наталья Юрьевна замечательно говорила и выделила вот несколько позиций которые вот лежат в основе Елены но или я как-то пропустила или вот Наталья Юрьевна об этом не говорила об оппозиции света и тьмы мне кажется что это очень важная вот такая вот тема для Елены потому что Иуда заключен во тьме и безусловно это тьма такая вот метафорическая в то время как свет который ассоциируется и с образом Елены и со светом христианства который вот ему потом дано обрести это первый вопрос второй вопрос вот вот мы все и я тоже и это просто вот так сказать я хотела бы узнать мнение Натальи Юрьевны мы все всегда как бы рассматриваем Боя Вольфа как такой ну вот фон для всех наших вот исследований для всех наших сравнений и Наталья Юрьевна вот заметила что в Елене есть такая переосмысленная схема Боя Вольфа а именно пролог сражение и вот какое-то словесное обобщение но меня всегда вот как-то беспокоит и ну как-то вот мне хочется узнать просто мнение Натальи Юрьевны о том что насколько вообще это вот специфично для Боя Вольфа потому что просто имеем ли мы право сравнивать действительно вот все что мы делаем с Боя Вольфом потому что по такой же точно схеме строится не только Боя Вольф но и многие памятники вот в которых есть сражения ну я говорю я говорю даже не о эпических памятниках не о героическом эпосе хотя вот там скажем песня на Хильдебранде нам дана только в таком фрагментарном виде но остальные памятники которые ее сюжет как бы вот строятся по ее сюжету они именно так и строятся вот эпилог ну я имею ввиду какие-то более поздние памятники эпилог сражения и действительно какое-то обобщение и перебранка перебранка как часть сражения но по той же схеме строятся и духовные вот памятники например Юдив вот который я недавно как-то вот занимался наверное многие из наших коллег институтских читали эту работу но и Андреас тоже в Андреасе есть еще и морское путешествие просто вот любопытно насколько тут вот мы говорим о какой-то такой архетипической схеме а не о схеме собственно Боя Вольфа третий вопрос такой Наталья Юрьевна замечательно сказала о том что германский колорит создается вот формулами и композитами ну тем самым мне показалось что вот из такого утверждения можно предположить что это как бы прием но ведь и формулы и композиты использовались ну как бы не для создания германского колорита как могло показаться применить на Келине а просто это был единственный язык который был доступен да вот формульный и действительно язык основанный на синонимике и использовании сложных слов ну вот и последнее это вот последний вопрос связан с переводом я очень внимательно изучила вот переводы Наталья Юрьевна они по-моему превосходны но я поняла что Наталья Юрьевна делает с рифмой то есть с аллитерацией простите она использует и начальную аллитерацию но и корневую аллитерацию как это делал вот Тихомиров но мне очень интересно узнать что Наталья Юрьевна делает с рифмой потому что рифма в Елене не концевая вот не та рифма к которой мы привыкли а это рифма на или первом и третьем ударном слоге или то есть рифма не на втором и четвертом да вот ударных слогах а на например первом и третьем то есть на тех же на тех же слогах на которых располагается аллитерация ну там какой-нибудь там хлюнаде и клюнаде так вот мне очень интересно как бы такую рифму вот стоит сохранять в переводе она составляет такую отличительную особенность Елены и вообще поэм Кюн и Вольфа приписываемых Кюн и Вольфу вот просто очень любопытно считаете ли вы что это стоит сохранять в переводе или это не нужно вот такая повышенная звуковая организация вот она для Елены характерна и интересно как бы удается сохранить в переводе ну еще конечно совершенно необыкновенная вот как бы проблема с действительно композитами и синонимикой вот как вы используете сложные слова вы их строите заново вы используете там церковнославянскую лексику просто вот еще и стиль тоже то есть рифма композиты и ну и формулы тоже спасибо вот такие вот вопросы у меня возникли еще раз спасибо огромное за замечательный доклад совершенно превосходный спасибо я могу кратко ответить в начале конечно 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 много и лучше мне сразу ответить но что касается света и тьмы у меня это есть может быть не так широко но это упоминается в одной из моих статей дело в том что вообще говоря по Елене у меня по-моему уже около 20 публикаций вот но в настоящем докладе я в общем это все переработала и заново как бы обобщила расставила может быть даже по-новому акценты и словесно изложила во многом новое но это есть я знаю об этом это замечательно спасибо большое просто я не могу это включить из-за недостаточного времени теперь второй момент я вообще конечно хотела бы издать не просто перевод Елены а с какой-то такой но очень большой вступительной статьей чтобы это была как монография анализ ее далее что касается вот этой схемы связанной с перебранкой и с тем что всякому сражению предшествует какой-то пролог потом обобщение это очень сложная проблема потому что с одной стороны действительно когда мы берем Беовульф в качестве образца героического эпоса мы нередко забываем о том что это все-таки эпос который в своем окончательном варианте то есть в начале одиннадцатого второй четверти одиннадцатого века как теперь кажется уже все согласились он был создан все-таки в христианскую эпоху поэтому у нас фактически нет героического эпоса дохристианских времен в чистом виде кроме может быть каких-то маленьких отрывках о которых мы тоже не знаем часть какого целого они составляют и поэтому вот эта схема но я ее брала в сравнении с Беовульфом с одной стороны что может быть это типично все-таки для героического эпоса в целом а с другой стороны когда мы говорим о героическом эпосе тут тоже возникает огромная проблема не до конца решенная потому что когда мы говорим вот меч копье их символическое использование это все германский эпос но это не совсем германский эпос потому что у апостола Павла есть те же образы облекитесь я сейчас не могу процитировать эту цитату целиком облекитесь шлем спасения и так далее и так далее и так далее и подобные образы есть и в самом Ветхом Завете поэтому действительно может быть это скорее какая-то архетипическая схема нежели свойственная только Беовульфу или только германскому эпосу теперь что к героическому эпосу ну теперь что касается германского колорита ну я думаю что конечно я имела ввиду не то что Кеновульф как-то сознательно стремился его создать но у него действительно не было других средств но с другой стороны ведь все-таки есть какие-то пусть небольшие поэмы где этого колорита нет например в предсмертной песне Беби достопочтенного которая тоже говорит о страстном суде но никаких германских образов не привлекает поэтому конечно Кеновульф пользовался тем что имелось у него под рукой но с другой стороны мне представляется что поскольку направленность поэмы не только художественная но и дидактическая он использовал все те образы все то что было знакомым англосаксонскому читателю и лучше сказать слушателю для того чтобы убедить его в правоте этой принимаемой веры для крещаемых ну и последний вопрос связанный с рифмой я конечно недостаточно внимательно читала работы Инна Геральдина по рифме я в этом каюсь наверное надо мне к этому обратиться и прочитать более внимательно потому что я собственность их сложением так глубоко так детально как Инна Геральдина конечно не занималась я думаю что сохранять можно все но только вопрос в том какими средствами каким образом а вот что касается того что нет я не совсем поняла какой рифмы нет потому что вот я сейчас прочитаю кончик начала вернее этого эпилога последнего ну здесь пожалуй туда появляется то о чем говорит Инна Геральдина что еще какая-то есть такая внутренняя рифма а вот нервы я не совсем понимаю почему это не концевая рифма она связывает две краткие строки может быть я не до конца поняла можно да вам сказать я имею ввиду не рифму в эпилоге конечно рифма в эпилоге концевая только и тут против этого нельзя возражать я имею ввиду вот например рифму в таких строках как можно я на слух прочитаю хлеопон хорнборан хреопон фрикан то есть хлеопон это первый ударный слог хорнборан это вторая литерация дальше цезура и дальше хреопан фрикан то есть хлеопон и хреопан стоят на первом и третьем слогах вот такой рифмы в Елене много просто Елена для меня была таким ну просто кладезем такой золотой жилы я бы сказала вот таких вот созвучий она вообще очень ну как бы ее организация она вот такая повышенная организация я просто спросила как бы ну это вас хоть сколько-то интересует или нет может быть этого не нужно это просто ну такая особенная Елена да спасибо большое за вопрос нет конечно меня это интересует но тут у меня все-таки возникают некоторые сомнения двоякого плана во-первых услышит ли русский читатель такую рифму если он привык все-таки к рифме концевой это первое а второй момент вот если возможно ли вообще все вот такие вот формальные приемы древней английской поэзии возможно ли это вообще передавать в переводе ведь и Тихомиров здесь идет по другому пути он ищет просто ну как бы созвучные слова да играет словами для того чтобы показать что сходство звучания вот за ним стоит сразу сопрягаются смыслы поэме таким образом и в этом смысле я все-таки более следовала по пути Тихомирова а может быть мне просто не хватило таланта для того чтобы все это вот такие подробности такие частности передать мне кажется это было бы все-таки очень трудно но может быть появится такой человек который это сумеет спасибо Наташа у вас замечательные переводы я просто для собственной ну как бы вот ну чтобы свою как бы вот такое невежество как-то вот действительно ну как-то исправить я просто спросила как вы к этому относитесь просто интересно да ну вот знаете про перевод просто еще буквально одно слово очень перевод он мог бы составить вообще предмет отдельного исследования у меня есть статьи посвященные переводу может быть не наполненные таким широким фактическим материалом но главное мое наблюдение вот сводится к тому что поскольку древняя английская поэзия она с одной стороны высокоторжественная и она имеет очень много слов которые за пределами поэтического корпуса не встречаются не только сложных слов но даже слов простых то значит надо воссоздавать ее такой торжественный может быть даже отчасти архаический и тем отличающийся от общенародного языка колорит а с другой стороны другая ее страна она как будто бы противоречит первой потому что это живой язык в котором вот как выразилась опять Ольга Александровна Смирницкая что при переводе древнеанглийской поэзии Тихомирову удалось показать что читатель как бы может разведывать глубины собственного языка то есть экспериментировать создавать вот эти так называемые потенциальные слова которые с одной стороны может быть и близки даже церковно-славянизму а с другой стороны они не являются клишированными они именно потенциальные создаваемые так сказать на случай примерно то что и было в древнеанглийской поэзии и вот то что Тихомирову удалось в переводе Беульфа и других памятников сочетать иногда такую вот простонародную что ли речь и даже иногда диалектизмы с речью высокоторжественной церковно-славянской мне кажется что в данном случае он достигает того соединения византийской словесной культуры которая конечно влияла на древнерусскую литературу как мы знаем и вот этой живой фольклорной народной речи то есть вот то что в русском языке в русской поэзии выступает как сочетание русского фольклора и византийского стиля вот в древнеанглийской поэзии это и есть сочетание высокоторжественных слов иногда даже у латинизмов там заимствование как мы видим встречается но такой живой речью которая всегда все время сама себя воссоздает если я правильно выражусь очень интересно очень интересно спасибо огромное Наталья Юрьевна еще интересно сравнить переводы Тихомирова с переводами на современный английский язык и вот здесь оказывается что вот того что есть в распоряжении у русского читателя совсем нет в распоряжении английского читателя и вот здесь вот английский читатель оказывается очень обделенным потому что вместо византийского колорита возникает такой елизаветинский, совершенно ложный. Спасибо огромное за ответы, за доклад. Я получила просто огромное. Я эту мысль вашу помню, у вас об этом был прекрасный доклад. Но мне кажется, что это сочетание церковно-славянизма с словами такими просто ненародными, просторечными, живыми, разговорными, это же свойство вообще рождения русского литературного языка. Это же и в Кушкину есть. Мне кажется, по этому пути надо идти при переводе. Спасибо большое, Инна Геральна. Есть ли еще вопросы, я к этому отвечу. Наталья Юрьевна, а можно мне вопрос такой совершенно от невежества? Кто такой вот этот Иуда, который там фигурирует? И случайно ли у него имя, и случайно ли он тезка евангельского персонажа? Я думаю, он не случайно тезка, в том смысле, что он как бы воплощает всех иудеев. Потому что там ведь, как говорится, что сначала она созывает три тысячи иудейских мудрецов, потом они ищут, кто был на таком закону, потом от них остается одна тысяча, потом остается пятьсот, и наконец вот они одного оставляют, выделяют ей, отдают как бы на расправу. То есть он воплощение всего народа иудейского, и в этом смысле, наверное, имя его не случайно. А вот что он, собственно говоря, представляет собой на самом деле, это же очень сложный вопрос. Значит, с одной стороны, был такой епископ Кириак Иерусалимский, правда, неизвестно, носил ли он до крещения имя Иуды, но был такой. Но он жил где-то во втором веке, а Елена-то обрела крест Господень в начале четвертого века. Но это вообще характерно для этой поэмы, потому что в поэме Иуда представлен братом первомученика Диакона Стефана, что, конечно же, она хранила. Извините, но... Какого-то типа у него четкого нет. Тут пытались с разными фигурами его отождествить. Да, да. Ну вот в этом староанглийском, древнеанглийском тексте он... Ведь Иуда, это уже, не знаю, это вы, так сказать, русскую форму, наверное, взяли, а как он выглядит в древнеанглийском тексте. Потому что если восстановить... Если восстановить... Если восстановить его... Он так и пишет. Да, да. Но я не думаю... Знаете, мне кажется, извините, если я вас перебиваю... Нет, ничего, ничего. Мне кажется, что то, что Иуда стал таким именем нарицательным, вообще это уже результат использования его в литературе нового времени. Потому что если мы возьмем просто церковную литературу, мы увидим, что это же имя носил один из апостолов. Иуда, брат Господень, который был первым, по крайней мере, так, более достоверным первым епископом в Иерусалиме. Погиб мученической смертью. Его сбросили там с храма с крыши. И так далее. Таких-то особо отрицательных коннотаций нет, но он просто выступает как воплощение народа иудейского. Ну да, вот я хотел сказать, что если восстановить его возможную еврейскую форму, там, и иуда, то это просто можно толковать как еврей. То есть, он как бы, вот вы сказали, что он выступает таким обобщенным представителем еврейского народа, отсюда может быть и имя. Я не знаю, насколько вот ваш поэт мог понимать, так сказать, значение древнееврейского имени, собственно. Ну вот, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, Клина Вольфу, конечно, приписывают большую ученость, потому что в его поэме гораздо больше библейских аллюзий, чем в том же Бео Вольфе и так далее. Но, с другой стороны, насколько далеко простиралась эта ученость. Он жил уже на рубеже восьмого-девятого веков, когда чисто латинская такая вот ученость по сравнению с эпохой Беды, может быть, даже отчасти стала ослабевать. Конечно, в эпоху Беды знали некоторые, но точных сведений, насколько широко знали вообще древнееврейский язык, ну, знали отчасти кто-то в монастырях как язык, первый язык, так сказать. Извините, я не совсем поняла, а какое истолкование, я, честно говоря, не знаю древнееврейского истолкования этого имени, какой он. Я тоже небольшой знаток, но мне кажется, что вот если просто егуда, то это можно понять просто как еврей слово. Может быть, может быть, и я вот здесь ожидала вопроса, но почему-то никто его мне не задал. В поэме встречаются три наименования евреев. Это, я сейчас точно их подрём не английский, но Эбреу, что-то значит, вот синоним евреев, потом вот юдеас, это вот значит, иудеи и израилас, там, израильсиане. Вот эти вот три синонима. Я в одной статье очень подробно исследовала их словоупотребление, то есть всю сочетаемость, там, включение в аллитерационной коллокации и пришла к выводу, что хотя иногда некоторые тонкие какие-то оттенки смысла можно им приписать, но в целом они всё-таки употребляются как синонимы. И чаще всего они выступают в выражениях племя иудеев или евреев, род еврейский или иудейский и так далее. А в тексте Иуда, он, конечно, в латинизированной форме, ну, Иуда извините за такое пиданство. У вас очень интересный вопрос, потому что тут, конечно, я, когда стала вот всё это систематизировать, что я наработала, вдруг поняла, что я, конечно, ещё не так много об этом знаю, тут поле для работы огромное, и в плане сравнения с этой вот латинской рукописью, которую я пока никак найти не могу, её публикации, которая считается основой, и в плане многих других вещей, но это требует большой работы. Ну, это обычное дело, когда начинаешь какой-то темой заниматься, даже как будто очень известной, изученной, чем больше занимаешься, тем больше, оказывается, белых пятен. Спасибо большое. Кто-то ещё хочет что-то спросить? У меня коротко, помимо благодарности огромной, и тоже, я вопрос профан, и мы не можем, конечно, ни я, ни Сергей Дмитриевич судить, так сказать, об оригинале, как Инна Геральдовна, но звучит роскошно. У меня вопрос по частности, меня очень заинтересовал, вначале было упомянуто, что священные гвозди он поместил в уздечку Константин своего коня, если я правильно поняла. А это такое стандартное употребление, это же всё-таки некоторым образом святыня, ей место в уздечке. Ну, насколько я помню, по-моему, этот эпизод не только в поэме встречается, а у какого-то из римских историографов тоже, он известен, из других источников. А то, что помещали в уздечку, ну, ведь Константин воплощение всё-таки священной императорской власти, и они должны были ему помогать одерживать победы в боях. А, понятно. В этом спуте, да. Спасибо. И за доклад огромное спасибо. Спасибо вам, слушателям, тем, кто слушает. Да. Ну, кто-нибудь ещё о чём-нибудь будет спрашивать? Или уже как-то исчерпано? Вот вопрос руку поднимает, я, извините, не знаю всех по именам, очень милая я не знаю, слышно ли меня. Слышно, 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 говорите. Наталья Юрьевна, это Маша Яценко вас приветствует. Здравствуйте, я вас не узнала сразу. Я очень благодарна за доклад, за очень интересную тему, и за такой подробный разбор поэмы Елены. У меня, конечно, много всяких ассоциаций и идей, которые связаны с моим материалом, тоже с древнеанглийскими поэмами, кодекса Юниуса, который представляет собой переложение ветхозаветных историй, где, в общем, достаточно много параллелей вот со структурными моментами, которые есть в Елене, там и перебранка, и молитва, и прочее. я хотела бы просто вот как раз вот поэтому задать вопрос, который касается вот этой молитвы Иуды, которую вы разобрали, насколько вообще этот фрагмент, он как бы изучен в плане источников, то есть есть ли у него какие-то, ну, с чем-то связывают ее, есть ли какие-то аналоги вот в латинских сочинениях. Вот, понимаете, я должна вам прямо сказать, что как раз вот источниками я детально не занималась, я занималась текстом и соотношением вот этих двух разных как бы картин мира, да, а источники конкретные это то, чем я мечтаю заняться. Ну, надо сказать, что вообще существующее издание Елены, оно дает ссылки на некоторые места Библии, не только те, на которые я указала, много других реминистенций там, конечно, находится, но я думаю, что это надо этим заняться, несомненно. Спасибо большое, Мария Вадимовна, за ваш вопрос. Спасибо, Наталья. Вот, Мария Вадимовна, моя тоже некоторым образом бывшая аспирантка и теперь серьезный исследователь древней английской поэзии. А я, конечно, хочу Екатерину Николаевну Клемину помянуть, которая вот очень помогала в переводе, у которой тоже есть диссертация кандидатская, защищенная под моим руководством, именно культурно значимой лексики в поэме Елена. Ну, та была более лингвистического такого плана. Хорошо. Вы извините, меня просто вот из-за моей техники несовершенной. Я не вижу панорамы всех присутствующих, присутствующих, поэтому я просто еще раз призываю, если кто-то хочет что-то спросить, то просто подавайте голос. Ну, если больше голосов нет, тогда просто еще раз, Наталья Юрьевна, огромное вам спасибо. Это действительно было очень интересно, и не только интересно, а вот слушать ваш перевод, это было просто даже наслаждение. спасибо вам огромное и желаю вам издать. Ну, это можно же, конечно, издать в памятниках. Почему? Там именно они приветствуют, чтобы были большие, как сказать, сопроводительные статьи, просто как монографии. Это все именно можно так сделать. Так что надеюсь, что мы рано или поздно прочитаем и ваш перевод целиком, и сопровождающие исследования монографии. Ну, большое спасибо за это предложение, потому что у меня опыта большого издательского вообще говоря нет, но я хочу отдельно поблагодарить всех коллег, ну, и тех, особенно, кто связан с Институтом высших гуманитарных исследований, потому что я очень уважаю, глубоко ценю его основателя, вот, и поэтому мне считаю для себя очень большой честью, что мне предложили выступить и выслушали меня именно в этом собрании. Спасибо вам большое. Ну, хорошо, тогда на этом, ну, насчет чести, то мы можем с вами обменяться, так сказать, кому честь, и вам честь, и нам честь, и так далее. И мы с радостью как-нибудь еще вас послушаем на какие-то еще темы. Вот. Ну, хорошо, тогда всем спасибо и до свидания, до следующего раза. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Что ж такое? Субтитры сделал DimaTorzok